Дома делать нечего? Кстати, о своей жизни в четырех стенах они рассказывают подписчикам в социальных сетях. Ролики пользуются популярностью, число поклонников растет. К самоизоляции семья Натальи и Антона отнеслась со всей ответственностью. Гостей не принимают, даже интервью дают по видеосвязи. На экране почти вся многодетная семья. За кадром только старший сын Никита. Ему не впервой. В роликах он не снимается. Отвечает за съемку и монтаж. Мы никуда не ходим. Максимум только в магазин. Там по одному, как положено, в перчатках, масках. Сидим дома, проветриваем, моем пол. Что мы еще делаем? Занимаемся спортом. Танцуем, улыбаемся. Закаляемся. Закаляемся. Коронавирус не пройдет. Наталья и Антон знают, что для этого нужно сделать. И другим советуют. Мыть руки, обрабатывать поверхности дезинфицирующим средством и побольше смеяться. Решили посмешить людей немножко. И себя. Главное себя. На самом деле, это же эндорфины, которые помогают и с медитетом поднимают. И поэтому, ну, что грустить сидеть? Надо что-то делать, надо что-то придумывать. Глядя на детей и внуков, блогером решила стать и бабушка Любовь Николаевна. Танцевальные приветы из Звенигорода в своем аккаунте в Инстаграм она передает не только родственникам, но и друзьям по активному долголетию. Специалисты говорят, люди не привыкли проводить так много времени друг с другом. Отсюда возможны конфликты и даже разводы. Глава семейства Антон шутит. Ссоримся специально, чтобы потом мириться. Самое главное, мне кажется, это просто сказать, я устала, мне нужно час побыть одной. И это принимается, то есть я ухожу там поучиться, например, час, да, могу посидеть, книжку почитать. Антон может уйти, окна помыть, он еще любит. Никто как бы друг друга не трогает. И мы, ну, отдохнули, все, и все опять вместе. Режим самоизоляции продлен до конца месяца. Времени на то, чтобы освоить что-то новое достаточно. Можно стать блогером, кулинаром или даже выучить иностранный язык. И все это не выходя из дома. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.